итак добрый день сегодня мы с вами будем заниматься архикадом научимся строить крышу и мы поговорим про основные моменты этапы и построения а способы и вариации различных видов крыша также основная информация по ним будет в отдельном ролике если вам нравится мои видео уроки не забывайте подписываться лучше это сделать прямо сейчас а потом забудете найдете контент лучше можно отписаться спасибо и так что мы с вами будем делать на прошлом нашем уроке можно сказать мы с вами построили план второго этажа необходимый я говорил что над гаражом появится у нас крыша а над основной частью нашего объекта появится ну над гаражом односкатная над основной частью у нас появится дух скатная крыша согласно той планировки которая изначально у нас было в задании по уроку 1 для тех кто не смотрел прошлое видео ссылка останется сверху точнее появится что мы будем делать для начала я перейду на план второго этажа и воспользуюсь функции построения крыши в панели конструирования у нас есть функция крыши на данный момент я не буду работать с различными вариантами крыш я буду использовать базовый который предлагает программа а потом уже будем редактировать все необходимые материалы и узнаем основные особенности я буду строить крышу способ построения что меня интересует во первых в способе построения меня интересует два возможных в их выбора либо это будет сложная крыша четырехскатная либо это будет двухскатная крыша я естественно выбираю функцию построения двухскатной крыши по конструкции меня абсолютно ничего не интересует пока на данный момент привязываться я буду крыши к плану второго этажа высота опорной линии крыши и угол наклона я могу сразу же сказать то что 45 градусов угол наклона крыши будет достаточно страшно выглядит для данного домиком поэтому я ее сразу же отредактирую под угол 30 градусов на самом деле 32 35 тоже подойдет что за число 2700 это по сути дела отступ от проектной отметки на которой мы с вами располагаемся на плане второго этажа дальше пока все остальное нас не интересует смещение смещение крыши относительно контура который я буду выбирать 800 по госту от 600 до 900 миллиметров у нас должен быть свес крыши давайте поставлю 700 чтобы он выглядел наиболее адекватно дальше что я делаю навожу курсор на угол своего дома ставлю первую базовую точку тяну вниз ставлю вторую базовую точку смотрю на трехмерном виде на трехмерном виде у меня появилась крыша которая у меня на данный момент не выглядит как крыша для мансардного домика мне придется ее опустить я нажимаю escape чтобы выйти из этапа построения крыши нажимая один раз левой клавиши мыши по крыше и еще раз нажимая чтобы можно было ее опустить ниже опуская ее таким образом чтобы она у меня не подрезала основные элементы моего каркаса в данном случае это окна который у меня присутствует на этаже вот видите у меня окно подрезалась так быть не должно я опускаю чтобы крыша выглядела хорошо но либо если у вас проектные отметки уже есть высотные вы будете регулировать согласно тех значений которые у вас представлены вот таким вот образом крыша у меня будет построена над моим первым этажом что мы будем делать с вами далее мы сейчас на данный момент возьмем и изменим немного контур нашего здания чтобы подрезать нам но это на самом деле наиболее быстрый способ стены под нашу крышу для этого я выделю все стены которые у меня есть я буду просто поэтапно выделять чтобы вы не запутались ни в чем выделю все стены и перегородки которые у меня были в моем объекте можно было правда сделать это и быстрее абсолютно все стены и все перегородки проверяем чтобы ничего не забыли вот это перегородочка все что делаем связанные этажи сверху панелькам выбирая нет связи и поднимая их высоту предположим 5 метров мне необходимо чтобы они пересекли мою крышу что я делаю теперь я на данный момент буду присоединять необходимые мне элементы для этого я выделю стены все основные которые у меня выпирали по сути дела из моей крыши я не буду пользоваться функции соединить кстати где она располагается правой кнопкой мыши нажав у меня есть возможность функции отсечь элементы крыши этим моментом я пользоваться не буду я хочу чтобы при изменении контуров и габаритов моей крыши у меня элементы менялись соответствии с контуром крыши поэтому нам придется с вами поработать с операциями твердотельного моделирования операции твердотельного моделирования также располагается во вкладке конструирования и здесь же у меня есть операции твердотельного моделирования активируем их Итак, здесь у меня на данный момент будет 14 целей, которые появятся автоматически после выделения, если вы заходите в эту менюшку. Дальше что я сделаю? В зажатой клавиши Shift выбираю крышу и добавляю в операторы. Итого у меня получается 14 элементов, это только стены, 15 элементов, это включая крышу. Итак, выбираю пункт вычитание с выталкиванием вверх основных моих элементов и нажимаю функцию выполнить. Я могу увидеть то, что у меня все стены абсолютно подрезались под мою крышу и все получилось хорошо. Теперь мы с вами сделаем односкатную крышу. Но прежде чем мы к этому приступим, я перейду на план второго этажа. Нажму один раз левой клавиши мыши по пустому пространству, якобы внутри моего дома выделится плита перекрытия. Я отредактирую контур, потому что под гаражом у меня не будет перекрытия, у меня сразу же будет там крыша. В одном из предыдущих видео я уже по этому поводу говорил, так же как и говорил, что будут немного лишние стены. Дальше что я сделаю? Перейду на трехмерный вид, удалю стены второго этажа. Они мне просто не нужны. Я вижу то, что у меня стенка осталась внутренняя несущая. Сейчас мы с этим поработаем. Зажатые клавиши shift выделяю и стены, и перегородки первого этажа на трехмерном виде. Связанный уровень выбираю не связан, и ставлю высоту, пускай будет 5 метров. Я буду точно так же подрезать, как и в предыдущем случае. Перейду на план второго этажа. Мою внутреннюю стенку я подсвечиваю, меняю в конструкциях на многослойную. И меняю привязку не по центру, а уже теперь по центру ядра. Что я сделаю теперь? Подсвечу стенку, которая автоматически связалась по материалу. Выдвину ее здесь. И выдвину ее снизу, чтобы у меня материалы объединились внешней стены. Перейду в параметры и активирую функцию автопересечения. Ну, точнее, дезактивирую ее. То есть у меня на время выключилось автопересечение стен. Для тех, кто будет отдельно искать в видеоролик, как сделать пересечение нормальным, чтобы у нас в итоге крыша не прорезала материал, я оставлю отдельный видеоурок. Для чего я это сделал? Если я сохраняю автопересечение стены, то в дальнейшем при появлении крыши я сбоку увижу газобетон. Серая полоса. Нам этого не нужно. Что я делаю теперь? Воспользуюсь функцией построения крыши. И меня интересует геометрический вариант, не многоскатный, который мы с вами делали, к ней относится и двускатная крыша, а геометрический вариант односкатная крыша. Моделирую. Ставлю первую базовую точку, тяну ее вниз. По сути дела это будет направляющая нашей крыши. Дальше что я делаю? Могу в том же самом месте нажать один раз левой клавишей мыши и моделирую крышу. Первоначально у меня крыша построилась и прорезала материал. Ее контур без какого-либо свеса. Но сначала мы ее выровняем. Зацепившись за крышу, один раз нажав левой клавишей мыши, я ее опускаю по оси Z получается вниз относительно нашего домика. Вон прорезались, у меня все необходимые элементы. Угол наклона крыши я могу поменять, пускай у меня будет он 15 градусов. Но что меня интересует? Подрезка моей крыши. Для этого я нажимаю на функцию параметров крыши. И здесь меня интересует вертикальный угол торцов. Для чего я это сделал? Чтобы у меня крыша, дайте я верну назад, чтобы вы увидели, не врезалась в мои стены. Как вы можете видеть ранее, она уходит в стенку. Мне этого не нужно. Подрезаем торцы. Что я делаю теперь? Теперь перейду спокойно на план второго этажа, где я уже увижу крышу. И замоделирую свес. Пускай у меня будет 600 мм здесь. 600 мм здесь. Так как я обмоделировал по контуру моего объекта, я могу откладывать, по сути дела, значение от нуля. Перейду на трехмерный вид. Теперь будем с вами стыковать крышу. Я подсвечиваю стенку раз, зажатый клавиш shift 2, перегородку 3, 4. Правой кнопкой мыши соединение операции твердотельного моделирования. Подсвечиваю еще дополнительную крышу, добавить оператор и вычитание с выталкиванием вверх. Выполнить. У нас с вами произошло подрезание нашей крыши. Пока выключу все, что мне не нужно. Обращаю внимание на то, что крыша была подрезана у нас с вами верно, гараж не затронут и так далее и тому подобное. Что я делаю дальше? Захожу в параметры крыши. В модели. В модели у меня сверху будет кровля, черепица. Абунтатская. Вот таким вот образом. Дальше у нас с вами пойдет отдельный урок по крыше. Отдельный урок по стенам, по сопряжению. Мы с вами посмотрим, что вообще такое означает. Сейчас покажу. Порядок сопряжения стен и выбор порядка сопряжения стен. Но, а если вам нравятся мои видео уроки, вы знаете, что нужно делать. Скоро увидимся. На сегодня у нас с вами все. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok